девочки дорогие всем привет снова я нахожусь в магазине канадском универмаге хацин бэй и давайте посмотрим что красивого интересного есть на лето розовенькая эти какой все милые цветочки желтенькие наверное сегодня примерок не будет мне немножко некогда я не совсем не совсем мне время вот видите хороший состав сто процентов раме и платье такое стоит невозможно найти цену почему нельзя просто повесить цену чтоб сразу было видно 179 долларов ворчуни я такая ворчуни иногда бываю иногда очень сильно 179 сильно меня раздражает вот отсутствие цен порядка и так далее кстати платье очень красивая очень приятная ткань коротенькое такое это кстати не она я думала что то же самое это другое это просто чудное платье его new мельбурн ну тут всякие бренды такие не очень широко известные ну там и как скажем так не очень широко известные в европейской части нашей планеты но более известные хорошо например северной америке в канаде желтого много вы видите какого красивого тоже платье сто пятьдесят долларов видите трикса большие размеры есть по моему это какой-то да это наверно плюс сайз отдел но очень красиво посмотрите очень красивое платье очень много здесь одежды очень много здесь летней одежды вот здесь вот продают бижутерию кстати это часы но в принципе здесь есть отдел бижутерии здесь есть отдел обуви сумок я очень часто здесь снимаю и одежды и одежды здесь вот здесь бижутерия видите прошение одежды очень много сумок много обуви много бижутерия тоже довольно красивая но здесь такая громкая музыка я пожалуй отсюда лучше уйду вот посмотрите какая какие платьица летние так пойду-ка я где потише играет это все вся вот это вот вся эта дискотека очень много всяких платьев цветочек кельвин кляйн здесь очень много кельвин кляйн продается сколько стоит 160 долларов красиво расцветка но это скорее всего синтетика еще они здесь очень любят объявлять всякие объявления чем заглушать меня это тоже кельвин кляйн видите да много таких цветочек платьев вот красивая расцветка тоже кельвин кляйн но это такое знаете вечная классика скажем так чтобы никого не обижать вот наверное тоже кельвин кляйн тоже цветочки ой здесь их так много нет это не кельвин кляйн это дона карен нью-йорк тоже очень много цветного я хочу сказать что цены вот такие 160 долларов дона карен расцветочки очень симпатичный платьица очень симпатичный может быть это не супер тренд какой-то но в принципе и вполне многие носят у нас их многие любят такие платья канаде вообще с трендами канадцы вообще не очень следят за трендами а носят то что им нравится вот они любят такие платья и будут их носить неважно от того тренд это или нет вот видите вот такого вот это прямо прямо вот прямо то что у нас очень скажем так в цене и в моде ну это еще такой магазин он в принципе рассчитан на взрослых женщин не не модных девочек супер трендовых она женщин более старшего возраста которые не очень следят за трендами а носят в общем то то что они к чему они привыкли а привыкли они именно вот к такой вот одежде это все еще у нас дуны каран есть такие же розовые платья вы знаете я хочу сказать что я тоже как бы я у меня тоже есть такие вот платья такого типа оставшиеся от скажем времен десятилетней давности 15 лет недавности когда-то я их покупала другое дело что я в них не влезаю но носить бы носила иногда вот на работу как-то знаете у нас не принято сильно как-то выряжаться во что-то очень модное не могу повесить нормально вот пожалуйста сетка но вот это современное платье хоть у дона карен 160 долларов такая модная в наше время вот такая вот сетка вот что-то зелененькая но вы знаете я вижу зелененькая я не могу пройти короче что-то непонятно так life ральф лорен это прям типичное платье ральф лорен за 140 долларов вот совершеннейшая вот такая вот синтетика тоже не самый актуальный фасон но повторюсь у нас это носят и у нас это очень почете говоря у нас знаете я не хочу как бы всех канадцев объединять какую-то одну категорию я имею виду среднего среднюю канадскую женщину которая теленка которая одевается вот в этом вот магазин поэтому здесь такие же такие одежды в принципе здесь можно найти очень симпатичные вещи например такое платье кельвин кляйн она вне не моды вне фасонов не трендов его можно всегда носить вот она пожалуйста на цель его 71 доллар а стоило 180 такая вот полосочка приятная ткань по моему даже что-то натуральное такое классическое совершенно платье я кстати такие люблю платье их можно носить очень-очень везде и во многие места надевать так здесь у нас это что-то на на прам сейчас я вам расскажу что-то про оттого хилл фигель платье прам это выпускной в америке так называется и в канаде выпускной называется прам и поскольку скоро скоро он уже вот кстати вот он платье для права поскольку скоро у нас выпускные может бы даже сейчас где-то они уже идут то очень много платьев вот такого вот типа то есть вечерних длинных платьев выпускных выпускных а по-нашему платье для прама вот такое вот с такими блестками сейчас их самый что ни на есть сезон вот такие вот висят ну это скорее не для прама молодые девочки вряд ли такую надену это больше я бы сказала для мамы жениха и невесты но вот такой вот нашли как на притыльках встроенными встроенными ведь и чашками все такое оля принцесса с нижней юбкой видите с нижней юбкой такой и вот такой вот она блестящая интересно сколько она стоит 500 долларов чтобы не подумали что это какая-то дешевка галима поняли вот так 500 долларов в общем здесь много таких стать в этом магазине действительно много такого типа платьев и вот я знаю узнаете может в самом магазине вы не найдете ничего такого супер интересного но у меня подруга выдавалась замуж свою дочку и она здесь онлайн купила себе очень красиво платье как для мамы невест для мамы невест очень красиво я считаю платье очень современная красивого кроя вот без всех вот этих пелерин с рюлекс с рюлексом с люрексом то здесь можно найти просто не все представлено в магазине а онлайн у них очень много причем очень много по скидкам так что так мы куда-то забрели девочки ох как россия ох какая красота я вам не могу не снять его посмотрите вышивка знаю ценой что-то непонятно ты ладно вот такая тоже на выпускной тоже прамовое платье ой здесь их так много я куда-то забрела в этот отдел где все вот эти вот хотела летненькая а попала выйти в вечерние гаун у нас это называется не джесс платье а гаун то есть наряд такой наряд на вечер в театр в театр никто у нас не ходит таких платьях честно говоря но вот в основном их используют вот такого типа это либо на выпускной либо на свадьбу например если вы являетесь родственником жениха или невесты а если вы просто гость приглашенный то тоже не принято вот в таких вот платьях являться на свадьбу это какой-то немножко такой даже дурной тон так вот для блестки вот уж я любитель блесток не могу им пройти вот просто обычное платье так здесь карл роггельфельд господи боже что же мне с языком карли карл лаггельфельд но не не всегда висят вещи того самого дизайнера который заявлен вот на этой вот на этом на этом на вывеске значит 122 доллара на селе стоило 189 кстати это не тот карл лаггельфельд который был дизайнер то есть это тот же самый это его компания но она это как бы такая дешевая версия потому что вы знаете он был дизайнером шанель то есть как бы где шанель а где то что я вам показываю но я должна сказать что то что у нас продается под именем карла это все очень какое-то такое не очень высокого качество не очень красивое я бы сказал не очень современное не очень много то есть у него была какая-то его линейка который он которую он выпускал видимо для больше пролетарского такого происхождения вещи и в коем случае не хочу обидеть пролетариев но такое есть выражение просто это как знаете очень многие обижаются что когда говорят что речка это колхозно как будет есть какие-то устойчивые выражения которые не я придумала я первое их употребляю кстати красивое платье шитья симпатично и принято так говорить и это не значит что люди которые живут в колхозе или люди которые работают на заводе они простые я сама работаю на заводе между прочим и они не в цеху не у станка стою на я в принципе пролетарий тоже потому что я работаю на заводе вот так что у нас еще красивого вот смотрите какой белый а это такой же как выше то я вам показывала только белый я пытаюсь найти что за такое интересное знаете как ты сюда зашла у меня разбежались глаза я думаю поснимать бы мне так все красиво я должна обязательно сюда вернуться но у меня тогда не было времени снимать а вот сейчас я пришла какое-то трепье какое-то трепье честное слово прям так так обидно и висит все в каком-то беспорядке вы знаете меня очень удивляет меня просто очень удивляет невероятный беспорядок в канадских магазинах таких вот больших казалось бы то он красиво люблю такое кружево кстати хоть она и не очень модно но я мне это нравится сейчас расправим рукавчики вот такой вот мне почему-то оно нравится не знаю вот я сама колхозница но мне нравится иногда такие вещи потому что я тоже колхозница люблю кружавчики люблю блесточки вот самый главный колхозник это я и есть беспорядок у нас понимаете людей нету то есть людей покупателей очень мало продавцов больше чем покупатель при этом какой-то совершенный так магазин все висит лишь бы как на вишен я сама работала в магазине я хочу вам сказать что мы сейчас находимся в джунглях из одежды я хочу вам сказать что когда вот у нас не было покупателей когда нам было ничего делать некого обслуживать на кассе не было людей что мы делали мы сейчас мы старались навести порядок в магазине вернулась снова к этому желтым платье помогут от вот отдел здесь он самый такой симпатичная одежда вот такой же платье цветочек красивая здесь кстати манго есть но такой как угол их не буду подробности снимать потому что мангу мы можем самом самом манга поснимать так вот короче я начал говорить что мы старались навести порядок в магазине потому что пока нету покупателей и делать в общем то нечего то лучше как бы чтобы чтобы был порядок потому что потом если придет много людей и будет беспорядок то они сделают еще больше беспорядок а вот здесь я смотрю какой-то какой так все мне аккуратно висит никто не пытается как-то поправить вещи развесить окупальников здесь много разных кстати никто не пытается как-то все развесить аккуратно чтобы это все висело хорошо в общем хотя здесь как бы магазин такой считается недешевый совсем недешевая даже в общем довольно дорогой но вы видели пациент знаете что давайте пойдем в обувь что-то одежда мне как-то не вдохновляет особенно кстати не могла не снять вам вы знаете мои любовь брошечка винтажными это не винтаж это современные брошки компании бренда анклей энклей не знаю а не клей не знаю но они правда очень-очень симпатичные хоть и не винтаж но должна сказать что они просто чудесные ведь они с маркировкой они по-моему по 35 долларов продаются действительно очень красивые когда-нибудь это будет наверно винтаж если они доживут они развалятся лет через двадцать и тогда думаю можно начать покупать сейчас эту коллекцию будущих брошей винтажных интересно будут ли они также цениться и также дорого стоить как как винтажные броши которые сейчас стоит намного дороже чем они стоили тогда когда они были не винтажные современные цель какой бант красивый или вот три бабочки очень симпатичные конечно но не винтаж девочки не винтажные